МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей в студии прямого эфира Жбек Кудамбекова. И в начале выпуска коротко о самом главном. Кадры решают новое назначение в Акимате Алматинской области. Под снос чуть не ушла спортивная площадка, возведенная буквально два года назад в одном из новых районов Талдыкургана. Жильцы окрестных домов попросили вмешательства Акима области. Важное звено. 400 гектаров могли бы вовлечь в оборот земледельцы Сарканского района, если бы... Кадровое назначение. Распоряжением главы региона Аманда Кабаталова назначен новый руководитель аппарата Акима Алматинской области. Отныне следить за организационным, правовым, информационно-аналитическим, консультативным и материально-техническим обеспечением деятельности Акима и Акима области будет Батаржан Байжуманов. Уроженец Инбеш-Казахского района имеет два высших образования. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский национальный педагогический университет по специальностям ученый-агроном и менеджер. Свой трудовой путь Батаржан Байжуманов начинал в бизнес-структурах в Южной столице. В разные годы работал старшим специалистом, а после старшим экспертом канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. Большой опыт Батаржан Байжуманов набрал в администрации президента Республики Казахстан, где проработал около 10 лет. А в последние годы обладатель медали Ирин Бегаушин трудился заместителем председателя правления акционерного общества Национальный аграрный научно-образовательный центр. Аманда Кбаталов пожелал ему успехов в новой должности и поставил ряд конкретных задач. Надо нам создать информационную аналитику, чтобы мы все время знали, потому что сейчас время много в технологии, и у нас нет услуга протокола. Я вот где-то не бываю, везде у всех есть. Надо сделать, вникать, изучать, а потом придешь к своим предложениям. Скажешь мне, что надо тебе помочь, поддержать, поменять, что сделать. С аппаратом, я думаю, мы начнем эффективно работать, чтобы все поручения Акима области исполнять на все сто. Спасибо всем. Еще один многоэтажный жилой дом планируется построить в новом массиве восточного военного городка, более известного в народе как «Девятая площадка». Начинание хорошее, однако под снос уходит спортивная площадка. Ее жильцам трех домов построили бонусом по программе модернизации ЖКХ буквально два года назад. Жильцы недовольны ситуацией. Представители органов архитектуры утверждают, что дом предусмотрен генпланом. К какому результату ведет противостояние, ситуацию выяснял наш корреспондент. Футбольная площадка построена по всем современным стандартам. Огороженная площадь, мягкое покрытие, предотвращающее травмирование детей. Построена она была в 2016 году. И вот теперь уходит под снос. Мы, жильцы дома 27, 27А и 25-го, собрались сегодня по не совсем хорошему поводу. Значит, руководство города год назад сделало хорошее дело для жильцов нашего дома. Построили вот эту хорошую спортивную площадку, построили детскую площадку. А теперь оказывается, что по генплану на месте строительства этого футбольного поля будет стоять дом. Затратили большие деньги. Затратили... Люди работали. Приехали, приезжали специалисты не с нашей области, а вообще со стороны. И теперь получается, что эту площадку надо убирать, надо ее демонтировать. А деньги были затрачены большие. Все жильцы нашего дома возмущены тем, что городские власти как будто не знали, что есть такой генплан, что есть на этом месте должно быть строительство 60-квартирного жилого дома. Если снесут площадку, куда пойдут эти дети? Такое же место имеется по другую сторону, два раза магазином. Пусть строят там. Там такое же огороженное место. И оно располагает для строительства ни одного дома. Наше пожелание. Не нужно портить нашу площадку. Мы жильцы дома против. Строительство дома по генплану было предусмотрено еще в 2013 году. Почему тогда в 2015-м дали разрешение на строительство площадки именно на этом участке, недоумевают жильцы. А здесь не 10-20 детей. Сюда приходят со всего этого района. Вот эту нашу радость омрачили такой новостью, как снег на голову. Я просил дать госакт на эту землю, но архитектор города заверил, сказав о том, что деньги выделены. Можешь строить. А сегодня складывается такая картина. Резонанс возымел свое действие. По информации руководителя КСК, в дело вмешался Аким области, который пообещал решить вопрос и площадку сохранить. На борьбу с незаконным строительством выезжает руководство области. Комиссия во главе с первым заместителем Акима области Лязатом Турлашевым побывала в Карасайском районе. В результате обезда вдоль трассы Алматы Каскелен выявлены десятки нарушений строительных норм. Несмотря на многочисленные предупреждения и замечания ведомственных структур, упорядочить сложившуюся ситуацию не удается. Как намерены бороться власти региона с незаконным строительством и кто понесет наказание за нарушение закона в нашем следующем материале. Данные объекты, пока еще мало напоминающие спорткомплекс и автомойку, возводятся без разрешительных на то документов. На руках у предпринимателя есть только паспорт на строительство. Проблема в том, что постройки возводятся прямо вдоль трассы Алматы Каскелен. А отсутствие разрешительных документов на строительство от управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог владелец участка, видимо, отступлением от закона не считает. Перепроектирование занимается? Запишите. Объект остановить, пусть займется перепроектированием. Полным? Все записано. Еще один обект, который возводится вдоль трассы – кафе «Мираз». Владелец его уже не раз получал предупреждение от ведомственных структур. В итоге под снос пошли шашлычная и уличный туалет. Строгая мера быстро вдохновила владельцев все исправить. Далее они намерены заняться благоустройством объекта. Но, к сожалению, предупреждение действует не на всех. Автомойка, находящаяся на 18-м километре дороги, сегодня работает без одного официального документа. Если со стороны владельцев не будут приняты меры, то дело направят в суд. Первый заместитель Акима области поручил устранить все несоответствия вдоль трассы республиканского значения в кратчайшие сроки. Кроме того, необходимо усилить постоянный контроль и участить рейды. Так как сегодня многие автовладельцы уже меняют зимние шины на летние, этим пользуются недобросовестные предприниматели и незаконно ставят шиномонтажные контейнеры, которые не соответствуют никаким нормам. А этот магазин, который находится на углу улиц Наурус и Жандосова, и вовсе расположен за красной линией. В 2016 году по распоряжению Акима области все эти незаконно построенные объекты подлежат сносу. Теперь все дела будут направлены в суд. Так, ни один объект, расположенный вдоль трассы Алматы-Бишкек, не остался без внимания. Проверены все постройки. После чего комиссия направилась в микрорайон Асларман, который находится в сельском округе Эргеля. Здесь расположен целый комплекс из 21 многоэтажного дома. И только теперь начнется строительство полицейского участка на 70 квадратных метров и амбулаторий на 400 квадратных метров. Ситуацию с комплексом Асларман Аким области всегда держат на контроле. Поэтому именно здесь будет возведен опорный пункт. Строительные работы начнутся уже в июне и должны завершиться до сентября. После начнем строить амбулаторию на 50 мест, которая будет сдана в декабре. Кроме того, зам Акима заверил жильцов, что проблема с дефицитом школы и единственной постоянно загруженной дорогой, ведущей комплексу, также решится в ближайшее время. Эзот Турлашев поручил до осени проложить еще одну дорогу к микрорайону. Аналогичная проблема волнует и жителей села Коксай. Так как обездная дорога Талгар-Каскельен по генплану проходит по центральной улице села и несколько домов подлежат сносу. Местные жители обратились к зам Акима с просьбой пересмотреть план. В итоге Эзот Турлашев поручил обездную дорогу проложить за территорией села. Более трех тысяч гербов необходимо заменить в Алматинской области. С начала года действуют новые требования к образцам государственного символа. Согласно стандарту, новшества коснулись как цветовой гаммы, так и составных элементов. Проверить все эти соответствия в районах и городах ЖТСУ – главная задача областной комиссии по госсимволам. На этот раз проверкой ее представители посетили Алакольские и Сарканские районы. Первым пунктом в рабочем графике комиссии стал Алакольский район. Наличие и соответствие государственных символов специалисты проверяли как на здании местных госучреждений, так и в кабинетах руководителей. К примеру, в Кольбайском сельском округе выявлено немало нарушений. В кабинете местного Акима флагшток не соответствует стандартам. Деревянная стойка используется еще с 2004 года, отметили члены комиссии. Сегодня по новым стандартам древко должно быть металлическое, по цвету серебристое или золотистое, в зависимости от расцветки наконечника. Все эти ошибки Акиму поручено исправить в течение недели. Аналогичная картина в Кольбайской средней школе. Плюс ко всему на флаге, установленном в кабинете директора, обнаружены пятна. А это уже уголовная ответственность. Но главная задача рейда – не наказать нарушителей, а устранить ошибки. На месте директор школы заменил госсимвол на новый. Нарушения выявлены также в селе Кабанбай-Батер. Так, флаг и герб в кабинете Акима и директора средней школы номер 3 размещены не на одном уровне. К тому же стенд о государственных символах в учебном заведении расположен на втором этаже. По закону же баннер должен висеть на видном месте, желательного входа. Еще одним из больших недостатков является отсутствие соответствующей литературы по государственным символам, которую надо соответствующим образом восполнять в библиотеках и учреждениях образования. Факт неуважения госсимволам участники рейда обнаружили и на здании отдела по делам обороны. Флаг выцвел, не соответствует закрепленной законом форме наконечник флагштока. Потемневший от грязи и пыли флаг обнаружили члены комиссии также в кабинете руководителя управления юстиции. Устранить недостатки немедленно поручили специалисты и напомнили, за халатное отношение госсимволам грозит наказание в виде штрафов вплоть до отстранения должности. Всего в Алакольском районе планируем заменить более 200 флагов. На сегодняшний день также заменили 70% гербов на новые. Работа в этом направлении ведется. Во время проверки комиссии был выявлен ряд нарушений. Их в течение одной недели устраним. Порадовал проверяющих Сарканский район. Государственные символы на зданиях госучреждения, в том числе центра занятости, налоговой, ДЧС и отдела по делам обороны, установлены в соответствии с законом. Уважительное отношение к флагу, гербу и гимну отмечено и в районном Акимате. Кроме того, госсимволы, установленные на зданиях, освещены в темное время суток. В районе 94 госучреждений. Из них больше половины заменили гербы в соответствии с новыми стандартами. Кроме того, на постоянной основе проводятся разъяснительные работы по госсимволам. С начала года в Казахстане действует новый образец герба. За счет проведения детализации всех элементов госсимвола предусмотрена визуализация 3D. Все эти нюансы члены комиссии рассказали во время заседания с руководителями госорганов. И еще раз напомнили, что до 1 июля необходимо заменить символику в соответствии с новыми стандартами. Если в старом стандарте 989-2008 цветовая гамма герба варьировалась от серебристого до коричневого цвета, то в новом стандарте это было учтено. И новый стандарт герба должен соответствовать латуньевого цвета, именно золотистого цвета. Мы часто наблюдаем, что гербы в разных учреждениях отличались по цвету, по качеству изготовления. Что в новом стандарте это запрещено. В планах областной комиссии по госсимволам осмотреть все государственные и бюджетные учреждения области. Асим Кощугулова, Мадзи Байбусынов, телеканал ЖТСУ. Духовный ренессанс нации. Это главная цель, поставленная главой государства в программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Об этом на специальном брифинге говорил сегодня профессор, доктор философских наук Аманжол Касабек. Впервые считает известный научный деятель на государственном уровне открыт настолько важный для всей нации вопрос. Духовность, язык, культура и история. Все это наряду с экономическими и политическими реформами лежит в основе третьей модернизации. И духовное возрождение – это главная основа масштабного процесса, поделился мнением доктор философских наук Аманжол Касабек. Каждый пункт программной статьи «Лидера нации» – это прямое руководство к действию, говорит главный научный сотрудник центра «Манглик-Ель». Президент каждому своему посланию сегодня какие-то идеи высказывал. Но в совокупности, в таком концентрированном виде, он высказал все свои идеи в этой статье. И эта статья тем ценна. Это коренным образом перестроить сознание людей. Это самая главная задача. А как перестроить ее? Он, президент, назвал, это перестройка сознания – это национальный код. А что такое код? Код – это ключ. Чем ты открываешь мир? А этот ключ находится где? В сознании людей. Значит, надо в сознании менять людей. Конечно, определенные затраты будут, определенная энергия будет потрачена. Но не без этого. Мы же все равно обновляемся так. А это важно, очень важно. Президент очень прекрасные идеи высказал. Если эти все направления будут реализованы, нас ждет хорошее будущее для Казахстана. О событиях в мире смотрите в блоке международных новостей. В центральных районах штата Флорида бушуют лесные пожары. Пламя приближается к жилым домам. Местные власти рекомендуют жителям плотно закрыть окна и двери, а также ограничить выход на улицу. По информации спасательных служб, пожар вызван сильной засухой, которая установилась в штате на протяжении нескольких последних месяцев. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Огонь уже уничтожил всю растительность на территории в трех квадратных километрах в округах Валусия и Лейк. Число погибших в результате взрыва после колонны автобусов с беженцами в Сирии превысило уже 110 человек. Это делает произошедший теракт одним из самых кровавых за все время сирийской войны. Взрыв произошел в западном предместе Рашидин, где колонна автобусов остановилась прежде, чем направиться во временный центр по размещению беженцев из провинции Идлиб в Джибрине. По предварительным данным, атаку устроил террорист-смертник. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Отмечается, что беженцам разрешили покинуть деревни по так называемому договору о четырех городах, который был заключен между сирийскими военными и повстанцами. В Средиземном море за сутки спасли более двух тысяч мигрантов. Нелегалы из стран Ближнего Востока и Северной Африки пытались добраться до берегов Европы на 16 надувных и трех деревянных лодках. Чтобы помочь мигрантам, итальянская береговая охрана осуществила 19 спасательных операций. Не обошлось без жертв. В одной из лодок спасатели нашли тело подростка. Добавим, с начала года при попытке пересечь Средиземное море погибли или пропали без вести более 700 человек. Информация подготовлена Дамиром Анитовым и Гульшат Кутыбековой под данным интернет-ресурсов. Более 150 жителей Акмолинской области пострадали от паводков. Вода вошла в дома, погиб скот. Будет ли производиться компенсация по понесенному ими ущербу и в каком объеме? Об этом и не только в подборке новостей республики. Вопрос компенсации ущерба, понесенного в результате паводков, прокомментировал глава Миннации экономики РК. По словам Тимура Сулейменова, деньги на это в резерве правительства есть. Но сначала нужно определить всю его сумму. Напомним, 16 апреля из-за разрушения дамбы в Адбасаре Акмолинской области спасателям пришлось эвакуировать 150 жителей. В Ахтубе в результате подъема уровня воды в реке Илег эвакуировано порядка 300 человек. Некоторым жителям пришлось поселиться в школах. Около 100 голов скота погибло. 44 человека эвакуированы из затопленных домов села Рузаевка в северо-казахстанской области. На военный парад в Астану проводили летчиков войсковой части 55-652, которая находится в Шемкенте. В празднике, посвященном 25-летию вооруженных сил Республики Казахстан, примут участие военно-транспортные самолеты высокой скорости. Летчики шемкентской авиабазы являются одними из лучших не только в стране, но и в СНГ. В этом году они вновь намерены порадовать и удивить публику сложными маневрами на истребителях и штурмовиках. Для выполнения фигур высшего пилотажа отобраны самые опытные из них. Пилоты говорят, что готовились к выступлению несколько месяцев. Военнослужащие продемонстрировали отличную подготовку к авиашоу, которая пройдет на высоте 200 метров над столицей. В селе Саина-Шапагата в Мангоставской области, благодаря поддержке государства, заработал первый частный детский сад. Предприниматель Айгуль Гусманова получила кредит почти в 12 миллионов тенге и купила для дошкольного образования необходимое оборудование, мебель и игровой инвентарь. За посещение детсада родители оплачивают 11 тысяч тенге. Остальные расходы покрываются за счет государственной программы «Балапан». Открытие дошкольного учреждения стало большой помощью для сельских родителей. Некоторые из них устроились здесь на работу. Подборку новостей республики подготовил Ануар Амангельдинов по материалам интернет-ресурсов. Продолжаем выпуск. В Сарканском районе начались работы по восстановлению ирригационных систем. От канала протяженностью 14 километров зависит дальнейшее расширение поливных площадей. Сразу на 400 гектаров, а сеять на них земледельцы Карабугетского сельского округа планируют востребованные на сегодня культуры. Всего в активе Сарканского района 93 тысячи гектаров посевных площадей. Есть перспектива их расширить, а соответственно увеличить валовый сбор урожая. Но для этого необходимо обеспечить полив. Ранее эти площади, относящиеся к Карабугетскому сельскому округу, культивировались. Сохранилась и ирригационная сеть. Но 14 километров ее требует восстановления. Сейчас ведется очистка канала в урочище Тусынык. Полив даст возможность вовлечь все вооборот 400 гектаров и более 3000 гектаров сенокосных угодий. Каналы же заброшены. А у нас курс на сахарную свеклу. Вот в данное время мы ведем полностью в Сарканском районе очистки каналов, где находится площадь сахарной свеклы. Ну здесь в момент еще кое-гей мерзлота 500-600 метров в день. А когда нормально 800 метров в день. В данное время выделено 7 миллионов. Мы уже 4, около 5 километров прошли. Я думаю дней за 10 мы полностью закончим этот объект. Гарантию на свою работу подрядчик дает 20 лет. А средства на восстановление выделила одно из местных крестьянских хозяйств. Отрадно, что Аким области вот именно очень большое внимание уделяет ирригации, поливным землям. Вот и сейчас мы собственными силами вот стараемся, не просим ни у кого, вот собственными силами, средствами хозяйства, вот пытаемся вырыть канал протяженностью 14 километров. На сегодняшний день 5 километров уже готовы, вот думаю в течение ближайших двух недель мы закончим работы. Вот так как нам нужно закончить до посевной. Для нас этот канал очень важен, потому что мы питаем поля, вот в этом году попробуем сою, на следующий год хотим сахарной свеклой заняться. Вот сахарная свекла это такая культура, которая требует очень много воды. Вот полив обязательно нужен. Уже готова проектно-сметная документация по восстановлению еще нескольких каналов. Работы должны начаться осенью. В итоге посевные площади района увеличатся почти на 4000 гектара. При поддержке Акима области мы еще в прошлом году очистили множество ирригационных сетей в Карабугетском сельском округе. Поэтому многие землекрестьян получили доступ к воде и смогли своевременно начать весенние пассивные работы. Надеемся собрать большой урожай. К слову, в этом году наш округ намерен на 220 гектаров посадить сахарную свеклу. По району в этом году сладким клубням отводится 1600 гектаров. И хотя поздняя весна внесла свои коррективы, сев пройдет вовремя, заверяют крестьяне. Техники и горючего достаточно. Илья Ман Раймбеков, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. 13-й трудовой сезон штаба Жаслыель торжественно стартовал в Панфиловском районе. Традиционный слет бойцов отряда состоялся в селе Аулиагаш. Ежегодное экологическое движение берет начало именно здесь не случайно, потому как на логотипе Жаслыель изображено священное дерево. Лидеры молодежной организации обещают, в новом сезоне стартуют мега-проекты по озеленению и благоустройству области. Только за этот сезон планируется высадить порядка 5000 молодых деревьев разных пород. Главные торжества развернулись прямо на улице. Особый шарм и колорит открытию сезона придала театрализованная постановка. Под открытым небом местные школьники показали картины, олицетворяющие пробуждение природы словно ото сна. Гости мероприятия были искренне впечатлены красивым действием. А большая концертная программа добавила еще больших ярких красок и зарядила собравшуюся позитивным настроем. В Алматинской области в новом рабочем сезоне планируется трудоустроить порядка 2000 ребят. В этом году им подняли заработную плату на 30%. 55 тысяч тенге в месяц будет получать каждый боец трудового отряда. Стоит отметить, за последние три года областной штаб является лучшим по всей республике. Как по огромному количеству волонтеров, так и по реализации новых проектов. Мы собираемся открывать свои теплицы. Нам Акимат города Талдукурган выделил один гектар земли. Этот гектар земли мы хотим использовать для того, чтобы высаживать свои деревья, свои цветы. У нас очень много мероприятий, такие как спортивные мероприятия, социальные мероприятия. К примеру, заслели апгрейд. Мы благодаря этому проекту помогли очень многим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, ветеранам тыла. То есть мы в их домах делаем небольшой ремонт, приводим в порядок. Алматинская область, как я уже отметил в своем выступлении, она в первую очередь являлась всегда одной из лидирующих областей. То есть здесь были придуманы новые проекты, которые давали новое дыхание нашей организации. Кроме этого могу отметить то, что уже несколько лет Алматинская область занимала первое место таких номинаций, как лучший руководитель, лучший областной штаб. Также в 2008-2014 годах проходили торжественное закрытие, которое было показательным уровнем для почти всей республики. Сразу после торжественной части стартовала озеленительная акция. Собравшиеся гости и бойцы высадили молодые саженцы хвойных деревьев в окрестностях Аулии и Агаш. Наряду с благоустройством одной из основных задач штаба является трудоустройство и занятость молодежи. Только за прошлый год по всей стране в летний период в ряды Жасыль-Ель вошли свыше 18 тысяч человек. В этом году планируется трудоустроить более 20 тысяч. В целом фронт работы будет такой же, как всегда. Будет проводиться озеленение городов, районов, сел. Будет проводиться строительная работа, будут проводиться какие-то дополнительные возможности. То есть мы еще кроме этого будем искать, заключать меморандумы с крупными компаниями, чтобы наши бойцы могли работать не только в летний сезон, то есть когда есть возможность доплачивать со стороны государства, но мы хотим обеспечить дальнейшее трудоустройство на различных крупных компаниях, на различных крупных строительных моментах. То есть может быть где-то, где наши бойцы смогут пригодиться, и где они смогут дальше трудоустроиться на какую-то более крупную заработную плату на постоянной основе. Формирование студенческих отрядов еще продолжается, поэтому желающие могут примкнуть к рядам бойцов и провести лето с пользой. Эльвира Ликерова, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. И еще есть тем выпуска. Проблемы организации досуга ветеранов изучает партия НРОТАН. Ее представители встретились с лидерами ветеранских движений города. Затронуты важные для представителей старшего поколения вопросы. Бесплатное лечение и создание социальных магазинов и аптек с урегулированными для пенсионеров ценами. Этот вопрос в большей степени уже нашел решение. С 1 апреля в городской поликлинике выдаются бесплатные медикаменты для ветеранов с определенной категорией инвалидности. Однако не только проблемы здоровья обсуждают ветераны, привыкшие работать не покадая рук, они сделали предварительные наброски плана работы с молодежью по патриотическому воспитанию, а также проведение различных мероприятий по организации досуга пожилых людей. К примеру, таких как недавно прошедший городской чемпионат по бильярду. И еще один из важнейших вопросов. На сегодняшний день ветераны просят, чтобы в одном из трех поликлиник города открыли хотя бы одно крыло, как раньше была поликлиника для ветеранов, чтобы для них обслуживание было более приемлемо и комфортно. По решению сегодняшнего круглого стола намерены направлять кисьма в областной филиал партии Акиму города, как председатель партии, чтобы помогли в решении таких вот вопросов. В области реализуется новый проект по патриотическому воспитанию молодежи Улу-Дала-Еля. Студентом Житсуского государственного университета свою презентацию провел профессор вуза, видный общественный деятель Аманжел Касабек. Водучи еще преподавателем и ректором университета, он в свое время провел большую исследовательскую работу по истории ЖТСУ, ее известными местами и личностями, которые внесли большой вклад в процветание региона и страны. Отличительная черта лекции Аманжела Касабека простой язык и доходчивые примеры. И хотя ныне профессор на заслуженном отдыхе, он продолжает активную работу как в области исследований, так и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Недавно тиражом в 5000 экземпляров в свет вышла его книга «Казахфилософиаса». Очень важно проводить такие встречи. Молодым людям нужно знать историю своего края. Мы должны воспитать истинных патриотов. Тренеры и спортсмены областной школы-интернат для одаренных в спорте детей дружно встретили праздник весны и благоденствия на Урасмирама. По сложившейся традиции, этот день для них своеобразное подведение итогов прошедшего года. Нужно отметить, что прошлый 2016 год был очень урожайным на рекорды и медали. Всего в нем юными спортсменами завоевано 490 наград, 185 из них золотого достоинства. Воспитанники областного спортивного интерната не устают пополнять медальный актив своей школы и в этом году. Только в марте ими завоеваны 32 медали. Отличились дизаисты, боксеры, борцы греко-римского стиля, футболисты, легкоатлеты и велогонщики. Впереди у наших земляков ряд соревнований различного уровня, в которых они под руководством опытных тренеров планируют добиться для своей школы и области в целом новых успехов и достижений. Это очень приятно, что нас здесь награждают, нас замечают, это очень хорошо. И каждый год у нас настроение все больше и больше, ну хорошее настроение. Ну это вдохновляет, мотивация как бы, то что у нас замечают. И я думаю у нас будет больше побед, больше медалей и больше золотых. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова